Тем временем в Туркестанской области на пасеках массово гибнут пчелы. И пчеловоды связывают это именно с проведенной санитарной обработкой против клещей. По их словам, о распылении химикатов их не предупредили ни санитарные службы, ни Акимат. Поэтому теперь пасечники терпят большие убытки. Но власти утверждают, что оповещали о готовящихся работах. Мнение сторон выслушал Ербул Абишев. На этой пасеке в Шардаре погибла большая часть медоносных пчел. Осталось лишь небольшое количество ульев. По подсчетам владельцев он понес убытки почти в 5 миллионов тенге. Всего в городе пострадали около трех десятков пчеловодов. Вот эта отравленная пыльца, они сейчас с этих деревьев, на них все сел этот ядохимикат. Вот эту отравленную пыльцу они занесли внутрь ящиков. Внутрь заболеет и погибнет расплод. И получится, что была семья, нет семьи. Главными виновниками массового падежа пчел пасечники считают Аким от города и местную санэпидслужбу, которые не предупредили о дезинсекционных работах. Те, в свою очередь, заявляют, что всех заранее уведомили о проведении противоклещевой обработки через социальные сети и могут быть другие причины гибели пчел. Пчелы гибнут даже в тех дачных массивах, где мы не проводили дезинсекцию. Среди пчел может идти эпидемия по каким-либо другим причинам. Поэтому здесь нужно провести исследование и изучить этот вопрос. Пчеловоды понесли ущерб почти на 100 миллионов тенге. Вместе с этим они лишились и осеннего урожая меда. Теперь для восстановления ульев необходимы огромные средства. Поэтому они требуют у чиновников и эпидемиологов возместить потери. Сейчас пострадавшие пчеловоды собирают все необходимые документы и пишут обращение в прокуратуру. Также они намерены подать исковое заявление в прокуратуру. Также пасечники направят письма в Управление сельского хозяйства, Акиматобласти и Минсельхоз. Погибших насекомых пасечники отправили на специальную экспертизу для выяснения точной причины гибели. Сейчас пчеловоды перевозят свои улья в более безопасные районы. Там хоть и меньше цветов и трав, но удастся сохранить по голове пчел. Аслана Буталипов, Жандор Жумабиков, Ергул Атабишев, Туркестанская область, Хабар, 24.